Мои дорогие, Церковь Христа еще на земле! И желая войти в присутствие Господа, мы в Дом Божий пришли. Я верю, что у нас у всех есть желание, что Бог еще скажет сегодня в этот вечер. Вы знаете, когда я посещаю Церкви и желаю услышать голос Божий, и Бог говорит, я это слышу. Когда Бог говорит ко мне, я это слышу, то это праздник. Я, как и вы, хочу, чтобы сегодня вечером был праздник. Чтоб Бог проговорил, и мы это услышали. Вот как-то войти в такую тишину, чтобы услышать, что сегодня хочет сказать Господь. Несколько строчек из письма Пергамской Церкви. Я хочу прочитать последняя книга Библии, книга Откровения, говорящая о грядущих на землю событиях. Начинается с писем к церквам. И вот, в частности, письмо Пергамской Церкви. Вторая глава я читаю с 12 стиха. «И ангелу Пергамской Церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обоих сторон месть. Знаю твои дела. Знаю твои дела. И что ты живешь там, где престол сатаны. И что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умиршлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что у тебя есть там держащее учение Валаама, который научил Валааков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали». 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам». История говорит, город Пергам был построен на высоком холме. Вот на самой вершине холма стоял величественный храм идолу Зевса. Я представляю, когда в этом огромном храме, там на жертвенники во дворе храма возносились все сожжения, тот дым курения был далеко виден за пределами города. Это был город идолопоклонников. Сатане там жилось комфортно, и Божий Сын, он напоминает церкви, «Я знаю, ты живешь там, где престол сатаны». Через благовестие апостола именно в этом городе родилась одна из первых церквей Малой Асии. Как долго христиане могли собираться, вот непреследуемые были, как долго, мы не знаем. Но враги христианства обрушились над церковь с гонениями. И, как говорит та же история, что служителя Антипу, схватив, сожгли на костре. Сатана хотел запугать христиан, чтобы они рассеялись. В то время, когда Иоанн писал эти строки церкви, то Петра уже распяли. Марка сожгли на костре, Иакова обезглавили, и Павла тоже обезглавили. Путь христианства был залит кровью. Почему-то допустил Бог. Первые христиане, они сгорали, их сжигали на кострах, бросали на съедение диким зверям. Такой был путь наших братьев и сестер. Но христианство, оно крепло и умножалось. Слышите? Во время страданий, мук, гонений христианство крепло и умножалось. Так история церкви говорит. К пергамской церкви сатана изменит тактику. Он подойдет лжеучением. Он, церковь, захотел разрушить лжеучением о вседозволенности. Вы знаете, некоторым членам церкви понравилось вот это учение, что, ну, в общем-то, благодать покрывает все, и можно грешить, в общем-то, жить без ограничений. Ну, другими словами, можно брать отпуск от соблюдений заповедей Господних. И это учение начало поражать церковь, которая вынесла гонения, которая вынесла страдания. И вдруг пришло такое время, когда благодать начала служить этим душам, этим членам церкви, поводам к распутству. Молодежь это знает, и не только молодежь, что в жизнь без ограничений вход свободный. Вы сейчас согласитесь со мною? Можно делать то, что хочешь, то, что желаешь. Знаете, как кто-то сказал на молодежной конференции, ну, в общем, жизнь сравнил с магазином самообслуживания. Заходи, никто тебе не скажет, что тебе нельзя заходить в магазин. Свободно заходи. Продуктовый магазин, в частности, я о нем буду говорить. Заходи, свободно. Здесь, в Америке, сегодня еще, пока есть милость, полки еще, на полках можно увидеть продукты. Их меньше стало немножко. Я замечаю, не такой большой выбор, лично у нас, в Пакене. Но все равно изобилие. Бери, что хочешь. Никто не скажет, почему ты взял столько много масла или кефира. Жизнь человека, как магазин самообслуживания. Можешь брать, что ходишь. В жизнь, без ограничений, ход свободный. Но попробуй выйти. Сколько нужно постов, слез, молитв покаяния, чтобы с Богом наладить отношения? Много. Репцентры, тюрьмы, больницы говорят, платить нужно уже на земле. За свободу без ограничений платить иногда приходится на земле. Начинается все с небольшого. Ну, например, их много примеров. И вы со мной будете согласны, я думаю. Семья христиан смотрит экран, фильм смотрит какой-то. И вдруг на экране картина пошлости. Знаете это, родители говорят деткам маленьким, глазки закройте, вам это смотреть еще рано. А глаза деток открываются. Мы сначала подарим экран мальчишке или девчонке, а потом не можем забрать, и уже не заберете. Ход свободен. Попробуйте выйти. Вы знаете, Божий Сын напоминает церкви историю из далекого прошлого. Когда израильский народ подошел к обитованной земле, позади уже сложный путь, сорокалетний путь, сложный очень. И Бог подвел свой народ к обитованной земле, и вот они подошли к границе Моава, и моавитяне решили не пускать народ Божий в землю ханаанскую. На совете собрались князья и царь Моавитский, и, в общем-то, они, идолопоклонники, понимали, что одолеть кочевную нацию они не смогут. Просто копьем и мечом их не одолеть. И знаете почему? В то время ходили легенды в восточных народах о кочующей нации и о Боге, который, видимо, вел эту нацию. Огромный облачный столб сопровождал миллионную нацию. А потом он еще, знаете, загорался ночью, освещаясь там. И вот когда к моавитским границам подошел израильский народ, они решали на своем совете, как отделить столб от стана, как разрушить ограду Божью. И был дан совет. Есть необычный человек, пророк Валаам. Вот его нужно пригласить. Они в это верили, что проклятие может разрушить эту ограду Божью. Пригласить Валаама и он проклянет народ, и Бог уйдет от народа. Они в это верили. И большую награду, ну, в общем-то, предложили Валааму этот таинственный пророк, который имел власть слова. Так сказал царь Моавитский, мы знаем, кого ты проклинаешь, тот проклят, и кого благословляешь, тот благословен. Вообще этот загадочный пророк, таинственный для меня, тоже загадка. Не со всеми Бог напрямую говорил, даже с израильскими пророками. С Валаамом он говорил напрямую. И вот когда, я сокращаю эту историю, вы хорошо знаете, когда Валаам собрался, чтобы идти проклясть народ, то ангел в пути, когда он шел, предупредил его. Вы знаете это. Он сказал, говори только то, что тебе скажет Господь. Валаак Моавитский царь встретит Валаама с упреками. Почему я должен был тебя так долго ждать? Почему я должен был дважды до тобой посылать князей? Ты думаешь, что я не в состоянии тебя наградить богато очень? Ну, жалкими были ответы, пророка Валаама. Он попросил, чтобы на горах, я не помню, я думаю, трижды он ставил жертвенники. Ему, Моавитяне, ставили жертвенники. На разных, в разных местах, на вершинах гор ставили жертвенники. И он приносил на этих жертвенников животных. И, знаете, я эту представляю картину, всегда нас захватывает. На горе высокой стоит пророк, дым курений от жертв, от жертв сжигаемых. И он смотрит в долину, а в долине стоит миллионный стан. И над этим станом стоит облако, облачное. Бог стоял в долине, видимо. И вот, обращаясь к Богу, пророк уговаривал, как он хотел получить богатство, он хотел стать очень богатым. Библия открывает, он прилепился, он возлюбил эту славу и это богатство. И он так уговаривал Бога, что он разрешил ему получить эту награду. Но начинал говорить, благоставляя Израиль, царьский народ. Я думаю, сначала Валаак, царь Моавицкий, ну, не понимал этих странных слов, о чем говорит пророк. Там, почитайте пророчества, о них сложно очень понять, эти пророчества об Израиле. Но немного то, что понятно, он говорил, не видно бедствия в Израиле. Как лев поднимается на рот и не ляжет, пока не съест своей добычи. Сначала, ну, я думаю, что Моавитяне думали, что набивает себе цену пророк. Но когда Валаак понял, что Валаам имеет в виду, он придет в негодование и в гневе сплеснув руками, как собаку прогонит пророка. Беги в свое место. И вы знаете, обиду затаит пророк на Бога. Обиду затаит. Он не просто ушел. Он учение, он научил Моавитян, как одолеет Израиль. Он подсказал им, не мечом и копьем этим не одолеете. Вы встретите народ праздниками, песнями. Вы поведите этих кочевников к своим жертвенникам. пусть они вместе с вами поклонятся вашим богам. Вы молодых женщин подошлите к их мужчинам, чтобы они оказали им любовь. Но другими словами, введите в духовный и физический блуд Израиль. И Бог сам будет разбираться с ними. Их Бог, Он сам начнет разбираться с ними. И вот, кто читал эту историю, все теми, знаете, таким коварным радушием моавитяне встретили вышедших из пустыни, кочевников, песнями, праздниками. И уже прошло немного времени, наши потеряв осторожность. И знаете, как, ну, таким радушием тронуты. Их так встречают, как победителей. В общем-то, вместе уже с идолопоклонниками начали водить хороводы. Вокруг жертвенников Вааловых склоняться начали. Наши начали кланяться Ваалу. Моавитянки и моавитянки объятия откроют мужчинам израильским и в блуд впадут мужи израилевы. Ни одна стрела не была пущена, ни одно копье не было брошено, ни одна капля крови не упала еще на землю, а падать стали мужи израилевы духовно. Я знаю, у тебя есть в церкви те, кто учение Валаама приняли. Они у тебя есть. Они пагубно влияют на другие души, подавая особласт. Я сегодня представил картину вот буквально минут 15-20 назад перед проповедью по морю идет огромный корабль рыбу ловит. Сзади за кораблем бесшумно и незаметно тянется сеть. Рыба еще свободно плавает. она не знает, что она уже поймана. Когда эта сеть начинает сужаться и становится тесно от пойманной рыбы, замечется рыба, но поздно будет, уже не уйдет. В сетях интернета попали многие очень. Я не могу заглянуть ни в сердца молодежи, ни в ваши сердца, но признаки пойманной души теснота. Признаки пойманной души пустота. ты можешь приходить в церковь, ты можешь участвовать в служении, а с Богом нету у тебя отношений хороших. А ты боишься будущего? А ты боишься неизвестности? мои дорогие, заканчивается письмо. Я думаю, когда Иоанн писал эти письма, он был в переживаниях больших за церкви. Апостол очень переживал за состояние церквей. И воскресший и прославленный Божий Сын говорит, вот те, кто хранят чистоту, вот те, кто хранят верность мне, он говорит, почитайте, о необычной награде. В Пергамской церкви Бог говорит о необычной награде белоснежном камне, где будет написано имя. Я не знаю, как этот камень выглядит, это духовный мир, но белоснежный камень, на котором написано будет имя победителя. будет написано Твое и мое новое имя. Если сегодня есть желающие помолиться и сказать, Господи, у меня теснота и пустота, и мне нужна свобода. я хочу иметь уверенность в спасении, я хочу иметь радость спасения. Я с вами хочу помолиться сегодня. У меня есть желание с вами помолиться. Если такие есть души и вы хотите помолиться, вы можете выйти вперед, чтобы мне легче было с вами помолиться. Давайте мы закончим эту первую нашу часть молитвой и скажем, Господи, благодарим Тебя за Твое слово, благодарим Тебя за Твои обетования, благодарим Тебя, что, заботясь о церкви, Ты хранишь нас от осквернения. Аминь. Помолимся Господу. Аминь.